Панические атаки ученых почему-то считают, что первично здесь чувство страха, что возникает тревога, которая вызывает за собой вот эти вот вегетативные нарушения. Я не согласен с этим утверждением. С точки зрения математической модели, я неоднократно уже в прошлых роликах на YouTube-канале Аудиокатрисе из Кузнецова, показывал и рассказывал о том, что эмоциональная и физическая сфера, они, конечно, очень сильно переплетены. И центр страха иннервируется вегетативными волокнами. И страх, и чувство вот этих вот вегетативных нарушений, о которых говорилось чуть выше, они не вызывают друг друга, они имеют одну и ту же причину. Значит, лечение должно заключаться в том, чтобы убрать вот эти вегетативные, вегетативную импульсацию. В принципе, врачи так и делают. Они убирают те жалобы, те симптомы, на которые жалуются пациент. Это правильно в тактическом плане, а в стратегическом. Ведь эти симптомы, эта вегетативная импульсация появилась не из космоса. Ее вырабатывает организм. Зачем? То есть мы убираем, по сути, то, что организму зачем-то нужно. Я уже сказал, что и центр страха, и вот эти вот вегетативные нарушения, они, это параллельные процессы, они имеют одно и то же происхождение. По соматическим волокнам проходят до 10 раз больше импульсов, чем по вегетативным. И если по какой-то причине соматическое волокно стало непроходимым, то эти импульсы пойдут по вегетативным волокнам. Мозгу необходимо определенное количество электричества, потому что мозг, по сути, это постоянная циркуляция электрических импульсов, создаваемых в рецепторах. И ему нужна, необходима определенная мощность для того, чтобы нормально функционировать. Если эти импульсы не могут пройти по соматическим волокнам, они идут по вегетативным. Но, я уже сказал, что вегетативные намного менее энергоемкие. Они подают меньше сигналов. То есть для того, чтобы подать то же самое количество сигналов, нужно задействовать больше вегетативных волокон, больше вегетативных импульсов. Но в этом случае мы получим как раз те самые вегетативные нарушения, о которых и говорилось в самом начале. И вегетативная импульсация, она же усиленная, то есть она усиливает импульсацию на центр страха. Вот мы и получаем оба компонента панической атаки. Это паника, тревога, страх и неприятные вегетативные нарушения. Или как я обычно называю это, физический дискомфорт. Значит, стратегическим решением данной проблемы будет восстановление проводимости соматических нервов, соматических путей, для того, чтобы больше проходило сигналов именно по ним. То есть это дает, во-первых, меньшую загруженность. И во-вторых, соматические нервы, они работают на центр удовольствия истинности математической модели. Был создан метод аудиокатарсиса. Его задача как раз состоит в том, чтобы восстановить проводимость нервных путей. И, соответственно, теоретически он должен очень быстро убирать панические атаки. Практически так и происходит. Пациенты после нескольких сеансов уже забывают, что такое панические атаки. Чтобы подробнее узнать о методе аудиокатарсис, звоните по телефону 8-989-232-76-22. Ватсап, Вайбер, Телеграм по тому же номеру. Ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал аудиокатарсис Кузнецова. Ожидайте новые выпуски. Удачи вам!